День с толком Работа пошла. Власти сменили подрядчика, чтобы успеть отремонтировать Барнаульскую школу в заявленный срок. Юные разработчики на одной площадке. Необычная выставка-ярмарка настольных игр с виртуальной реальностью проходит в Барнауле. Сегодня второй день работы агропромышленного форума «День сибирского поля». Гости из Китая, Монголии и Казахстана продолжают демонстрировать небывалый интерес не только к алтайской земле, но и к нашей технике. Только за первый день работы несколько десятков соглашений. И только больше ста деловых встреч – это переговоры с Россией и Казахстаном – провел Алтайский машиностроительный завод. У него приобрели технику из запасной части Алтайской аграрии, а также гости из Забайкальского и Тюменского краев и Омской области. В целом на агрофорум заявилось более 300 компаний. И разработки некоторых уникальны для нашего региона. Например, китайский агродрон, который опыляет и опрыскивает поля. Новинку опробовали барнаульцы, и теперь они предлагают использовать ее аграриям Сибири. Человек в среднем на дроне может сделать от 80 до 100 гектаров за смену. Ну, два дрона – 160 и больше гектар, то есть 200 гектар за смену, потому что уже дальше физически просто может быть человеку тяжело работать. Так же, как он не может на наземном опрыскивателе 20 часов сидеть и рулить бесконечно. Сердца сельхозпроизводителей уже завоевывает и сейлка нового поколения. Только один этот агрегат может повысить урожайность на 20%, сообщают разработчики из Омска. Все благодаря продуманным конструкторским решениям. Сейлка нового поколения, которое уже завоевывает сердца сельхозпроизводителей. Только один этот агрегат может повысить урожайность на 20%, сообщают разработчики из Омска. Все благодаря продуманным конструкторским решениям. Каждый орган рабочий работает независимо. За счет этого получается четкое заглубление. Для этого это способствует тому, что сходы получаются равномерные. И, соответственно, от этого урожайность и созревание семян. Установлен вариатор, что позволяет точно высевать любую норму, выставить. При помощи приложений норму высева можно высевать от 2 кг на гектар. Бункер загрузки в 2,5 раза больше, чем у простой сейлки. Высевает и мелкосемянку, и зернобобовые, а захват агрегата шире. Фермер из Ребрихи рассматривал технику как экспонат. Пассивная линия состоит из диска режущего, колеса, контроля глубины, анкера и узкого прикатывающего колеса. Причем подпружиненного и независимого. Я на поле увидел в Кемеровской области и просто, если слово такое можно, обалдел. Комплекс такой, 10-метровый, будет стоить ориентировочно сейчас в районе 10 миллионов рублей. А наш получается в районе до 5 миллионов. Компания выпускает сельхозтехнику, специализируется на металлообработке и выполняет любой заказ. В этом году ОМИЧе ожидает повышенный спрос клиентов. Комплектующие свои, а во времена санкции это важно, плюс такая сейлка стоит в половину меньше, чем 10-метровый комплекс. От стартапа до крупной корпорации. О развитии и мерах поддержки малого и среднего бизнеса говорили на агропромышленном форуме «День сибирского поля». Специальную площадку для предпринимателей организовал фонд МСП. Анна Раша Гирова продолжит тему. Дни поля бизнесменам снова подарили возможность не только презентовать свои передовые разработки, находить новых клиентов, но и получать полезную для дела информацию. Так, сегодня многих руководителей компаний и предприятий остро интересуют меры государственной поддержки бизнеса. У нас всегда происходит какая-то корректировка в услугах, в ассортименте наших, в спектре наших возможностей. И наша задача это рассказать о том, что произошло, какие могут новые виды поддержки получить предприниматели, чем воспользоваться, куда поехать вместе с нами, чтобы представить свою продукцию. Самая востребованная мера поддержки во все времена финансовая и ее в крае оказывают два крупных фонда. Общий капитал которых превышает 2 миллиарда рублей. Для сферы сельского хозяйства мы предоставляем кредиты от 1 до 9,5 процентов в зависимости от направления деятельности. Безусловно, мы оказываем поддержку по субсидированию затрат на приобретенное оборудование. И сфера сельского хозяйства, сфера аграрного машиностроения, традиционно являются лидерами по объемам получаемой такой поддержки. Поэтому эта работа проводится. Оказывается, помощь и кластерному движению в крае. К слову, на сегодня в регионе существует 5 производственных объединений. Их основная деятельность – продвижение местной продукции и ее презентация под брендом сделана на Алтае. С федеральной точки зрения, вот именно такие вот объединения, они тоже имеют финансовую, маркетинговую помощь. И, соответственно, получают ресурс, например, сертификацию. Если предприятие состоит в кластерном объединении, у нее там определенные льготы при сертификации. Например, при выставочных экспозициях для каждого предприятия, входящего в кластере, тоже есть дополнительный балл при субсидировании выставочно-ярмарочных затрат. За один день работы Агрофорума площадку МСП посетили сотни предпринимателей. Для каждого второго сотрудники фонда провели подробную консультацию. Анара Шагирова, Алексей Фризин. День с толком. А мы продолжаем рассказывать о новых технологиях в агросекторе, которые были представлены на дне сибирского поля. Почему состав воды имеет огромное значение для урожая и почему она даже может привести к мору. Об этом далее. Причиной плохого урожая может стать вода. Многие фермеры недооценивают ее влияние. Известь металла и прочие элементы, которые содержатся в воде, при смешивании с пестицидами и удобрениями вступают в реакцию и мешают полноценно раскрыться всем биодобавкам. Оборудование компании АВТ, которое представляет барнаульский дилер АВАДА, очищает воду от примесей. Водоподготовка снижает затраты на удобрения и при этом повышает качество урожая. Такие технологии могут применяться и в животноводстве. Система очистки исключает попадание патогенных бактерий. Такая мода пошла у нас с Европы. Просто все больше и больше это приходит в Сибирь. И уже в Алтайском крае практически все современные производители используют именно водоподготовку на основе системы обратного осмоса. Потому что она позволяет убрать на 99% очистить воду от всех примесей, которые содержатся в воде. А значит, водоподготовка еще и продлевает срок службы дорогостоящей техники. Компания АВТ уже реализовала более 50 проектов в агропромышленном бизнесе. Это более тысячи довольных клиентов по всей стране. Кстати, систему очистки воды можно установить не только на производстве, но и дома. В Барнауле возобновили ремонтные работы в школе номер 63, которую капитально обновляют по федеральной программе модернизации системы общего образования. Ранее в наш телеграм-канал обратилась мама одного из учеников. Она описала ремонтную разруху и добавила, что рабочих на объекте не наблюдает. Позже выяснилось, в это время власти подбирали новую подрядную организацию. Наша коллега Анастасия Дороган узнавала, зашли ли на объект в итоге строители, что там сейчас происходит и могут ли сдвинуться сроки сдачи объекта. Ломать не строить, но даже демонтаж в здании прошлый подрядчик не доделал. Не так давно в 63-й школе Барнаульского поселка Южный приступили к капремонту по федеральной программе модернизации образовательных учреждений. Но когда рабочие перестали появляться на объекте, власти в кратчайшие сроки нашли подрядчика для выполнения работ. Выиграв конкурс, по объяснению подрядчика, не рассчитал свои силы, нет мощности для того, чтобы вовремя выполнить контракт. И по обойдутному соглашению контракт был расторгнут. А после заключен со строительной компанией «Сибирь». Причем срок сдачи объекта прежний – 25 августа. Пока здесь 20 рабочих, но в ближайшие дни их станет больше. Будем работать, стараться. Ну где разрешат две смены. Вообще сразу параллельно зайдут сантехники, электрики, ну и отделочники. Ход ремонта сегодня оценили представители «Единой России». Партия – инициатор федеральной программы модернизации, в которую вошли семь барнаульских школ. На их обновлении выделено 422 миллиона рублей из бюджета всех уровней. Эта школа – одна из крупнейших в городе. Здесь учатся 27 классов. И одна из старейших. Мы говорим не только о комфортном обучении, скажем, комфортной среде с точки зрения ремонта, но и с точки зрения оснащения оборудованием, для того, чтобы наши ребята могли изучать уже передовые технологии. Очень большой объем работы, который будет проводиться, будет проводиться под контролем партии «Единая Россия», чтобы дети наши в сентябре начали уже нормально, полноценно заниматься. Сейчас частичный демонтаж произведен на втором и третьем этажах. Кабинеты третьего частично отштукатурены. Партийцы намерены продолжить контроль за этим и другими социальными объектами. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле активно строят новый жилой комплекс «Оскар». 81-метровый комплекс возводит специализированный застройщик «Ауриз». Многоквартирный дом будет располагаться в центре краевой столицы на Красноармейском проспекте. Чем впечатлит «Оскар» и какие преимущества гарантирует застройщик его обладателям, расскажем в сюжете. Стильная архитектура с видом на центр города. Строящийся жилой комплекс «Оскар» станет еще одним объектом повышенного внимания барнаульцев. По проекту дом монолитный с разным уровнем этажей от 20 до 25. Фасад первых четырех облицуют клинкерной плиткой. Выше штукатуркой нескольких цветов мокрый фасад. Изюминкой «Оскар» станет зимний сад. Все лоджии жилого комплекса будут утепленные, что позволит расположить на них, например, кабинет или лаунж-зону. Комплекс находится в центре нашего города. Большое количество торговых центров, детских площадок, школ, детских садиков, а также спортивные комплексы и многое другое. Все квартиры жилого комплекса – свободной планировки, что дает возможность жильцам продумывать самые смелые дизайнерские решения. Еще одно преимущество – подземный паркинг на 60 машиномест. Зеленая зона во дворе с интересным решением расположения безопасных спортивных и детских площадок. Это будет закрытая территория, в которой вы можете спокойно прогуляться со своими детьми и не переживать за свою безопасность. Строительство комплекса началось в декабре прошлого года. На сегодняшний день здесь возводят цокольный этаж. Полностью сдать комплекс планируют до начала 2025 года. В Край стартовала электронная неделя на Алтае. Она направлена на повышение знаний школьников и взрослых в сфере IT-технологий. Так, специально для форума ученики алтайских школ вместе со своими педагогами разработали необычные настольные игры. Подробнее об этом в сюжете. Познать свой родной край играючи. Семь лабораторий из 17 школ региона собрались на одной площадке, чтобы презентовать свою настольную игру. Кроме привычного набора настолок, кубика и фишек, QR-коды. У нас игра еще идет в процессе разработки. У нас какие-то идут разработки, создается еще программа, потому что она будет дополнена еще реальностью. Все игры направлены на изучение местности, достопримечательностей своего региона и людей, которые внесли свой вклад в его развитие. Все наши игры разработаны и закрывают большую предметную область, историческое краеведение Алтайского края. Наши игры как раз посвящены нашей территории. И новые игры, которые мы здесь за 48 часов разработали, они будут дорабатываться, будут изданы. Они посвящены 85-летию Алтайского края. Сбросали как пазлы и дети собирают. Ага, вот в этом районе я живу, а вот в этом я был, а вот здесь у меня бабушка. И когда они начинают, они уже начинают ориентироваться географически, где это есть. Порой мы бываем за рубежом, дети знают, что такое Турция, например, но не знают, что у нас на территории есть замечательные места, есть замечательные фестивали. Игры оценивает группа экспертов по 10 критериям. Три из них основные. Это общее направление, психологический анализ этих игр. И потом дадим рекомендации, какую игру можно использовать, какую нет. Может какая-то игра не соответствует возрасту, может быть какая-то материал, который изготовлен, может она какой-то унесет психологические травмы для ребенка. Поэтому мы сегодня проведем небольшую экспертизу мини, а потом до декабря месяца будем экспертировать уже каждую игру более подробно и выносить свой вегект. Очень рада, что есть такие форумы, что так взрослые чувствуют, понимают и слышат детей, которые рвутся, делают. Большое им спасибо. Да, то, что есть такая возможность побывать вообще на таком мероприятии. Кстати, прямо на выставке можно обменяться играми, продать свою или купить у другой школы. София Ценко, Алексей Фризин. День с толком. В выставочном зале музея «Город» открылась краевая выставка «Пространство вдохновения». Она объединила более 300 работ, выполненных в различных видах и жанрах изобразительного искусства. Оценила экспозицию и наша съемочная группа. Варнаул, Бийск, Рубцовск, Каминаби. Почти 200 авторов со всего края. Среди них и опытные мастера, заслуженные художники, и молодые. Нет тематических ограничений, потому эта выставка и является пространством вдохновения. Здесь очень интересные работы. Это кукла, это игрушки из ваты, новогодние игрушки, великолепно исполненные. Несколько авторов представили свои работы в нетрадиционном. Если у нас были живописцы, они сделали графические работы. Ну, для тех, кто следит за выставочной деятельностью, им будет интересно увидеть авторов в новом амплуа. Например, работы Ивана Фризина, известного алтайского художника. Он приехал в Барнаул из села Гришковка немецкого района. Там Иван Иванович работает преподавателем художественного отделения в детской школе искусств. Говорит, все, что происходит в его жизни, огромный источник вдохновения, особенно родная природа. Выставку я еще всю не посмотрел. В общем, она очень интересная, она разнообразная. Вот для меня, как художника и как преподавателя. Ну, о своих работах, конечно, другие, а моих работах скажут другие. Ну, скажем так, по-другому. Ну, себя хвалить не есть, это хорошо. Добавим, что экспозицию можно посетить в музее «Город» до 24 июля. Но организаторы также отмечают, что в ноябре или декабре этого года ожидается повторная, не менее крупная выставка, где художники края представят свое творчество за 2022 год. Елена Кузовкина, Анастасия Новоселова, Дмитрий Денисов. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...